Например, когда мы видели дорогу через войну, панорама, я думал, что круче быть не может, но здесь опять тоже прыжок еще раз выше головы, можно сказать. Я прям под впечатлением. Слушайте, надо реально сюда прийти и вот это вот все дело показать. Всем привет, я сегодня на Петроградке на Ленфильме. Нахожусь и здесь на Ленфильме охренительный музей. Это здоровенная трехмерная панорама, которую Дмитрий Пашторенко сделал. Она открыта уже больше двух лет, но я здесь не был. Я здесь первый раз и я смотрю, как много я всего потерял, можно сказать. Но сейчас буду восполнять. Здесь новая экспозиция. Помните, были экспозиции на Севкабеле, была экспозиция, ну и сейчас есть в Кировске. Но это абсолютно новый такой формат, потому что здесь идет пересечение современных реалий и тех, собственно, событий, которые происходили на этих же самых местах во время Великой Отечественной войны в 1941-1942 годах. И смотрите, здесь еще много отсылок как раз по кино и многие из вас могут увидеть знакомых героев. Здесь, например, милиционеры, сестер, к примеру. Или мы можем также смотреть, есть отсылки к реальным людям, которые жили, видите, вот такой деревенский дом на огородах уже после войны, в 90-е, в начале 2000-х годов. И поисковики, которые выкапывали, в том числе и мои знакомые. Я принимал участие даже вот именно конкретно на этом огороде. По счастливому стечению обстоятельств я был. Вот тот огород, который, собственно, здесь воспроизведен. И мы видим здесь с вами культурные слои раскопок по Великой Отечественной войне, по Невскому пятачку непосредственно. Здесь же, видите, бойцы с компасами на руках. Здесь же видно в каске и с крабом. Вот здесь вот зимняя шапка. Это моряк, морская пехота. Здесь же еще вот один мы видим в очках. Молодой боец с СВТ-шный штык здесь же находится у него. Плюс здесь трехлинейка, трехлинейная винтовка. И вот эти вот все мы запоминаем с вами объекты, которые смотрим сейчас. Проходим дальше. Это как бы тоже получается как современная реальность милиционера образца 90-х годов. Насколько я помню, уже в начале 2000-х вот эти вот кителя, вот эти кожаные куртки сменились. Но, тем не менее, она где-то на подкорке, что называется, висит. Здесь как раз милиционер изымает, либо ему передают, вот, например, МП-40. И тут же копанные предметы. Это МГ-34. Причем это настоящий МГ-34. Реально выкопанный где-то в районе Зольника. На Невском пятачке, соответственно, он такой вот загнутый взрывом. И потом дальше по нему ездила техника. Здесь же тоже живописное полотно. Супер вообще сделанное. Такое передает прям настоящие, ну, я не знаю, ощущения, как будто действительно на берегу. Здесь же брюква, здесь же фляжка копанная немецкая. И тут же вот корабль такой баржа толкает. Здесь же такая как визитная карточка Невского пятачка. Это каски парашютные, каски немецких парашютистов, которые до декабря 41-го года находились на Невском пятачке. И тут же еще лежат многие-многие артефакты. Тут же парник стоит. Это тоже вот то, что уже было. Ну, и сейчас на данный момент. И жители, которые смотрят, что у них было под землей. Здесь девушка показывает медаль за оборону Ленинграда. А также мы видим здесь за отвагу и медальон. Плюс еще вещи, которые здесь показаны. Вот видите, опять же, здесь моряк был в бескозырке. И рядом тоже поисковик, который находит камеру настоящую, которая была у, судя по всему, военного корреспондента. Вот военный корреспондент. Мы видим реглан. Мы видим ремень характерный у него. Видим у него фотоаппарат. И, собственно, обращаем внимание на вот эти вот эти петлицы. Обязательно. Тут же мы видим еще танкистов. Танкисты с ножом с характерным. С пулеметом. Дегтярев танковый. И, естественно, бронеплита с так называемым вот этим вот яблоком. Это направляющая под пулемет. Под дегтярев танковый. Собственно, она тоже здесь присутствует. И тоже еще вот эти вот характерные, что называется, наслоения, которые идут. Вот еще тоже остатки кителя немецкого. Катушки с проводами, телефонами. Вот это вот все здесь показано. Именно так на Невском пятачке, собственно, выглядели места, где были раскопки. Вот так называемые огороды. Потому что долгое время эти места никак не трогались. Потому что эти огороды условно нарезали после войны. Люди на них уже просто ставили дома и жили, продолжали жить. Никто под землю особо сильно не совался. Тем не менее, вот такие вот вещи могли быть просто вот непосредственно прям под парником. Это не выдуманные истории. Это действительно вещи, которые были. Вот, например, здесь показано прям даже, как люди находили. Вот Паштаренко, Дима. Как люди находили вот те самые предметы именно вот в этих вот самых культурных слоях. Видно, как медальоны находились. Это прям были большие такие вот репортажи. Непосредственно вот тоже огороды. Видите, вот эта вот утварь обычная. И прям рядом с домами, рядом с фундаментами вот такие вот траншеи показаны. Поэтому вот, кстати, вот сама вот эта вот линия огородов. И непосредственно Невский пятачок. Вот он здесь показан. Видите, увековечен, можно сказать, в живописном полотне. Дальше мы проходим через вот такую вот арку. Причем, обратите внимание, насколько мы проходим через склон. То есть, там идет склон такой на пятачке. Мы как будто через него проходим. И здесь вмонтированы такие трехлинейка и каска, и все на свете. И здесь мы видим, собственно, героев из предыдущего, из предыдущей локации, которые вот здесь вот как бы в наше время уже. Здесь бежит кинокорреспондент, который в том же самом реглане находится. Вот мы видим у него те же самые петлицы. На груди фотоаппарат и камера, которую держал поисковик в предыдущем кадре. Здесь же это такая знаменитая фотография бойцы, которые полегли непосредственно на Невском пятачке. И мы видим, что вот эти бойцы, они указывают на группу морских пехотинцев. Бойцы – это морская пехота. И обратите еще внимание, к морской пехоте были также приданы бойцы из школы бацманов. Это совсем молодые ребята, это юнги школы бацманов, которые с Валаама приехали и здесь находились, сражались. Вот как раз в 41-м году плечо к плечу со своими старшими товарищами, но при этом несли такие же потери серьезные. Никаких, естественно, скидок на возраст не было в то время. Несет пулеметчик тело пулемета. Здесь же мы видим боепитание к нему. Ну, те самые бескозырки, которые мы видели уже в земле, которые поднимались на бойцах, те же самые очки. То есть, вот эта ситуация, она прямо здесь вот на трехмерной панораме передана очень мощно. И, соответственно, они сюда выходят. И это потом будет та самая траншея, которую вот около того дома поднимали поисковики. Тот же самый танкист мы здесь видим. Это танкист, который из соседней локации. То есть, вот весь этот пятак, вот он именно таким вот образом обыгран. Вот эта картина тоже не из головы взята. Здесь мы видим пушку ленинградскую, потом в дальнейшем ее даже подняли. Здесь же мы видим вот этот вот берег. И сама по себе картина, она из, ну, по реальной кинохронике была сделана. В том числе, как и вот этот боец, который бросает гранату. То есть, честно говоря, настолько серьезное впечатление это все производит. И производит оно не только потому, что я, ну, был непосредственным участником событий таких вот именно как раскопки на Невском пятачке. Или моя там, условно, молодость в какой-то степени там очень сильно привязана была к этому месту. Ну, и просто сам по себе момент, как это обыграно, как это связано. Насколько много мелочей опять сделано. То есть, вот было круто, например, когда мы видели дорогу через войну панорамы. Я думал, что круче быть не может. Но здесь опять тоже прыжок еще раз выше головы, можно сказать. Я прям под впечатлением. И, слушайте, надо реально сюда прийти и вот это вот все дело показать. Потому что очень много моментов, которые вы, кстати, помните, да, из дороги через войну. Например, вот этот танк КВ-2. Очень много отсылок здесь к кино. Естественно, кино советского периода. А это колпинские заводские цеха. Мы здесь, видим, воспроизведены. Я думаю, что имеет смысл тоже это показать. Опять же, если вы этого не видели, обязательно к посещению этой выставки. Потому что она находится прямо в центре города. От метро буквально минут, может, 10 здесь пешком. И здесь просто охренел. Серьезно. Здесь же Гайтеловский такой вот блиндаж показан, например. И показан тоже еще один интересный момент. Это оператор, который снял фильм до войны. Который был ему показан в блиндаже во время войны. То есть, он его снял, ушел потом на фронт пулеметчиком. Потом в дальнейшем его сделали опять военным оператором. Но при этом, когда узнали, что это он, и фильм вышел, ему этот фильм показали. Так, знаете, премьера в блиндаже состоялась. То есть, такие вот необычные истории, мощные. При этом все вот в таких вот серьезных, очень серьезных декорациях. Вот, например, кстати, Симонов здесь же показан. Вот так вот он читает стихи. Либо пишет интересно. И портретное сходство тоже поражает, конечно же, в этом плане. Здесь же еще у нас находится сцена с Ленд-Лизом. Обязательно. Потому что тут Каталина летит буквально рядом. И переходим. Вы помните, там еще была тоже сцена переправы. Шукшин из фильма «Они сражались за Родину». Здесь показан, кстати, вот прибой Сталинград. И, собственно, сама переправа. Это Сталинград. Переправа через Волгу. И-16 нам уже знакомы из предыдущих панорам. Здесь теперь установлен. Здесь же кони показаны. Чуть позже их покажу. И офигенно просто все тоже передано. Здесь же саперы, которые помогают бойцам, которые слетели с самой переправы. Сюда просто нужно ехать и увидеть. Это очень круто. Вот видите, помните, кони из Днепра. Вот они здесь показаны. Конечно, обязательно горные егеря с Бобровым в главной роли, можно сказать. И вот горные егеря с МП-40 до сих пор тоже здесь находятся. Один летит, второй упал. Третий теперь не знает, что ему делать. И все это дело обыграно так, что вроде ты эту сцену видел. Но на самом деле смотришь на нее очередной раз по-другому. И это очень круто. 1944 год. Мы видим, что уже советские войска вышли на границу Союза Советских Социалистических Республик. И новый 1944 год, судя по всему, здесь встречается... Далее я кое-что пропущу. И мы с вами прямо к финалу тоже подойдем. Здесь у нас Берлин. Это Берлин 1945 год. И здесь просто офигеть масштабы тоже поражают. Здесь тройка, панцер-3. Стоит модель один к одному. И также на улицах различные сцены, как что происходит. Вот, например, эти кабинет врага. Здесь показан вот явно был охотник. И охотник с трофеями. Прямо там голова кабана, голова оленя. Пушнина, собственно, была им набита, судя по всему, в количестве. И какой-то серьезный мужик там находился. 22-й, а вот что-то непонятно, какое число. Стены Рейхстага. Под стенами Рейхстага, естественно, стоит техника. Это панцер-3 защитников города Берлина. Соответственно, уже обездвижены, уже оставлены. И вот здесь вот даже белый флаг был выпущен. И уже упал даже. И здесь же еще и мотоцикл стоит. Давайте тоже пробежимся здесь. Очередная отсылка к фильму. Обратите внимание, кто узнает непосредственно героев. И что за фильм вот здесь вот изображен. Не привязывайтесь к локации. Очень важная деталь, естественно, к разминированию города в послевоенное время. И сразу после боев. Потому что девушки показаны здесь, собственно, которые разминировали непосредственно и улицы, и дома, и постройки, и прочее, и прочее. И всякие взрывоопасные предметы они складывали в отдельное место. Вот тоже девушка-сапер, собственно, с собакой. Здесь показана, естественно, братская могила, которых было по европейским городам достаточно большое количество. Мы с вами это все понимаем. И вот эта вот братская могила, оградка сама была сделана из оригинальных катков, оригинальных траков к Panzer III. Вот к этому здесь тоже прям ходовая сделана. Очень круто, если вот именно мы смотрим, сейчас рассматриваем с точки зрения коллекционного материала, то он здесь присутствует в количестве. Но, честно, опять же, здесь вот я по поводу мелочей, когда вижу панораму под этим авторством, я прям всегда рассматриваю какие-то мелкие вещи. Потому что, ну вот мы с вами сейчас вот подойдем вот сюда вот к этой куче, начнем с вами всматриваться, и мы увидим с вами вот кроме битого кирпича, видите, и просто какой-то вот абстрактной земли, какие-то вот еще маленькие осколки вещей, маленькие какие-то моменты, швейная машинка сюда вот, например, вписана каким-то образом. Какие-то, видите, здесь вот трубы, черепки, еще что-то. То есть не просто какой-то, условно, рандомная куча мусора, она прям вот даже, видите, пестрит какими-то мелкими деталями. И вот, например, боец с немецкой лопатой в саперной, с ножнами от кортика Люфтваффе образца 1935 года. И все-все-все здесь, видите, дополнительными какими-то деталями насыщены, и поэтому тоже дополнительно интересно смотреть. Вот, кстати, тоже интересный момент, вроде как картина маслом на холсте, но интересный был момент, что это не просто холст, это холст, выполненный из немецкой плащ-палатки. То есть это просто был обрезанный кусок плащ-палатки, загрунтован, и на нем было написано картина маслом непосредственно. Вот, собственно, мы с вами ее видим, потому что это реальный настоящий художник, писал вот таким вот образом, ну, удельный просто даже находились вот такие вот вещи. Именно как раз вот холстов не хватало, использовали плащ-палатку трофейную, тоже такой один из моментов, одна из зарисовок. Мотоциклы здесь же стоят, и, естественно, конец экспозиции заканчивается все вот такой вот поверженным рейхстагом. Не обошли вниманием Нюрнбергский процесс, потому что здесь конкретно показан уже логичный исход тех событий, и, собственно, это исторический момент, который должен был свершиться, и он здесь тоже показан, как и во многих западных музеях, это очень важно. И показаны были исключительно такие вот первые лица государства, которые до него, до этого процесса дошли. И заканчивается все вот такой вот композицией, это фронтовики, актеры, режиссеры. Очень круто видеть эти лица, и очень круто видеть, что сейчас, в 20-е годы 21 века, советских актеров, советских режиссеров, вот таким вот образом, можно сказать, еще раз запечатлели, увековечили, упомянули и так далее. Ну вот очень интересная история, на самом деле, я прям очень рад, что я сюда попал, наконец-то, хоть уже два года эта экспозиция здесь есть, но она дополнилась такими-то интересными еще моментами и так далее. Я думаю, прям можно снять хорошую такую мощную серию, помните, как была дорога через войну, в ближайшее время попробуем это сделать. Особенно еще интересно на западный момент это показать, потому что на западном канале люди любят музеи, люди любят тоже вот такие вот вещи, люди любят позиционирование каких-то частных коллекций, специально покупают много вещей для того, чтобы их выставить на всеобщее обозрение, например, или даже если не на всеобщее, то, по крайней мере, в формате какой-то частной закрытой, но коллекции, экспозиции, и потом дальше это показывает. Соответственно, вот такие вот задачи по оформлению манекенов, по оформлению каких-то вот таких вот выставочных пространств, это на самом деле очень тяжело, это очень сложно. Я смотрю реально с восхищением, как это реализовано здесь, и я уверен, что западный зритель, когда вот это вот все увидит, охренеет. Потому что, да, я помню, вот буквально недавно было интервью с Отто, который очень круто рисует и расписывает лица, например, кожу и так далее. Вспомните, у него там были вот манекены эсэсовцев, которые прям вообще как живые, но он прям был супер впечатлен работами Димы Пашторенко, когда его команды, когда я показал вот условно там сцены бритья актеров, или сцены там как раненых перевязывают, как эмоции передаются, он сказал, блин, это следующий уровень. То есть наши специалисты на Западе прям очень мощно котируются. Это круто, поэтому сейчас я прям пойду и попробую еще снять то же самое на английском языке со своим мизерным словарным запасом, тем не менее. Но сегодня я с вами прощаюсь. Еще раз большое спасибо, что досмотрели это видео до конца, поделились им обязательно. И еще раз, если у вас есть какие-то проблемы с просмотром видео на YouTube, переходите в ВК-видео, потому что там дублируется полностью все с канала. Нас там 31 тысяча человек уже. Переходите тоже по ссылкам там смотреть. Может быть кому-то будет удобнее. Наслаждайтесь. Всем вам доброго вечера. И увидимся в следующем видео.